Казахстан За консультации врача в поликлинике по месту жительства, где бесплатно сдают анализы, проводят диагностику того или иного органа. А при необходимости поправляют свое здоровье в стационарных условиях. Александр Шилов оказался в многопрофильной больнице Алматы из-за пневмонии. Внимательно относятся персоналы именно в больнице. Мне все устраивает. И питание, и отношения личные именно к больным. За последние полгода второй раз, получается, сюда обращаюсь, в эту больницу, без проблем. Как говорится, и ремонт хороший, в общем, все так чистенько, все так порядочно, себя как дома. В подобных экстренных случаях бесплатная медицинская помощь, оказываемая в больницах республики, включает осмотр и консультации врачей, лабораторные исследования, инъекции, операции, обеспечение препаратами крови, а также лечебное питание. Рассказывает заместитель главного врача 12-й городской клинической больницы Алматы Лаура Тастанбекова. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи на базе нашей клиники оказывается в форме стационарной помощи. Стационарная помощь оказывается экстренным больным и плановым больным. Также могут быть экстренные из поликлиник направляться, доставляться бригадами скорой помощи. И по самообращению пациента, по тяжести состояния поделяется и в общее состояние, и госпитализируется в нашу клинику. Людмила Руденко поступила сюда после длительного, но безуспешного самолечения. Хочу сказать, что, конечно, здесь лечение очень хорошее. Мне делают дважды в день, мне делают капельницы. Конечно, я все это принимаю, потому что я очень хочу выздороветь. Хочу сказать, что все-таки внимательный персонал здесь. Конечно, объем работ очень большой. И медсестры, и врачи, и нянечки очень заняты здесь. Вот что здесь такая чистота, мне это очень нравится. Я хочу немного помочь больнице. Я дам семена для клумб и кое-какие растения, для того, чтобы здесь было еще красивее. Переход на новые международные стандарты коснулся и системы здравоохранения. Казахстанское здравоохранение постепенно переходит на стандарты ВОЗ. Перинатальный центр Алматы оказывает услуги женщинам, беременность которых осложнена теми или иными проблемами. Он является так называемой пробной площадкой для всех нововведений Всемирной организации здравоохранения. Говорит директор центра Эльмира Жакашева. Одно из них – роды в паре. На роды у нас поступают, если женщина, независимо от бюджета или хозрасчета. В родах присутствует у нас поддерживающее лицо. Это партнерские роды. Это может мама быть, это может быть муж, это может быть подружка. Ну, кого женщина предпочитает видеть в родах, который реально может и помочь в этом. С обретением независимости во всех постсоветских республиках система здравоохранения претерпела изменения. Медицинское обслуживание перестало быть для населения абсолютно бесплатным. Появилось новое для всех понятие – медицинское страхование. Однако определенный объем медицинской помощи всегда был и остается бесплатным. Субтитры создавал DimaTorzok